Одной из самых главных экономических тем последних нескольких месяцев можно считать низкую активность на рынке недвижимости Антарио и Канады. Некоторые говорят даже о том, что наконец-то лопнул мыльный пузырь, который якобы представляли собой инвестиции в недвижимость и в Кондо в Большом Торонто. О мифах и фактах в этой сфере мы поговорим с известным экспертом в области инвестиций в недвижимость Максимом Богинским. Максим, здравствуй. Привет. Рухнул рынок недвижимости или нет? Это миф или правда? Миф, конечно. Почему? Ну что такое рухнул рынок недвижимости? Вот, наверное, в Майами было там 12 лет назад обрушение, когда цены упали на 50% в течение нескольких месяцев. У нас цены в среднем упали где-то на 15%. В некоторых районах таких отдаленных, как Ниагарский регион сильно подорожали, отдаленные районы Берри, Московка, вот там действительно больше 20% падения. Касательно города, более-менее процентов на 15 падения. Это никак нельзя назвать обрушением рынка. Я бы сказал, что это коррекция. Надо не забывать, что были перед этим 12 лет, нет, меньше, 11 лет было бурного подорожания. И вот если взять, как в среднем рынок дорожает, то есть мы когда опираемся в инвестициях, не опираемся на какие-то краткосрочные подорожания или падения. Берем длинный период. То есть если взять последние 20 лет, то рынок в среднем почти на 7% дорожает. Если взять последние 50 лет, то это на 5,5%. То есть вот просто последние годы были сильные подорожания, и это и есть коррекция. Коррекция вызвана определенными факторами. Конечно, пандемия повлияла, вот эти ставки, то, что пришлось поднимать. Но это все как бы последствия пандемии. Поэтому все нормально. Это просто коррекция. Мало того, что она закончилась. Ну, если коррекция, то я подозреваю, что и будет восстановление рынка. Ты прогнозируешь, когда он будет? Восстановление рынка будет не просто восстановление, а будет безумное подорожание рынка. Но это не будет очень быстро. То есть, по моему мнению, сначала ставки вернутся в норму до тех пределов приемлемых. Скажем, чтобы вот этот огромный отложенный спрос, который ушел с рынка и который последние 4 года не покупает, они должны вернуться на рынок. Плюс еще должен быть какой-то период раскупить то инвентарь огромное, которое есть сейчас на рынке. Поэтому я думаю, что о восстановлении можно говорить, о начале восстановления, скажем так. Что такое восстановление? Восстановление, когда люди начинают покупать или восстановление, когда пошли цены резко расти? Ну, не резко, но как-то расти. Покупать резко начнут уже с весны. А цены пойдут вверх, когда раскупится инвентарь. То есть, это не раньше, я даже думаю, что это начало 26-го года. Значит, и в связи с этим вопрос, например, некоторые считают, что стоит, потому что ожидается, что Банк Канады будет продолжать понижать ставки рефинансирования, соответственно, кредиты будут дешевле, стоит подождать с покупкой. А ты что считаешь? Это правильная стратегия? Абсолютно считаю неправильная. Мало того, здесь такой известный аналитик CBC Банка, я много за ним слежу, он всегда правильный прогноз. Он мне как-то недавно сказал такую фразу, что такого рынка, как рынок Канда сегодня, покупатели не увидят больше никогда. Почему? Почему, объясню. Это хорошо или плохо? Хорошего рынка или нет? Например, сейчас идеальнейшая ситуация для first-time buyers. Только что изменили амортизацию, что с 5% можно покупать, кто первый раз покупает, до 30 лет. Соответственно, очень облегчилась квалификация на такой mortgage, плюс ставки падают. А если зайти, причем я считаю, что downtown Toronto это номер один рынок сейчас для всего. Это было уже в 2013 году, когда цены в Ричмонд-Хилле на квартиры, например, такие же, как downtown Toronto. Это связано с большими объемами, которые были построены, много причин. Но этого не бывает никогда ни в одной стране долго. Вот то же самое у нас было в 2013 году, и потом как убежали резко цены вверх. Смотреть сейчас на downtown, на MLS просто. Вот еще 3 года назад, если ты зайдешь туда и поставишь цену 500 тысяч минус, то есть до 500 тысяч, не было вообще предложений. Были единичные предложения в домах, которых вообще нельзя покупать. Это дома по 20, по 30, по 40 лет старые. Если ты зайдешь сейчас, то будет больше 200 предложений. Квартиры, это небольшие квартиры, one bedroom, но даже one plus den сейчас можно купить за 500. И при этой квалификации это идеальное время first-time buyer войти на рынок. Так можно несколько месяцев подождать, будет еще дешевле? Нет, дешевле не будет. Некоторые считают, что когда смотрят на высокие ставки по кредитам и на низкую активность на рынке, например, Condo в Торонто, утверждают, что сейчас инвесторы лучше держать деньги. Если есть у тебя кэш, держи его при себе, никуда его не вкладывай. Ты что скажешь? Это правильно или неправильно? С твоей точки зрения. Инвестор, это тот же самый бизнесмен. То есть это бизнес инвестиционный. У хорошего бизнесмена никогда нет денег. У хорошего бизнесмена есть активы и долги. И вот разница между стоимостью активов и стоимостью долгов, это его капитал. В банке любого хорошего инвестора, ты спрашиваешь, у него никогда нет денег. У него никогда нет денег. У него в банке не бывает больше 50-70 тысяч на счету. Все. Это закон инвестиций и закон бизнеса вообще в целом. Поэтому держать деньги. У нас есть инфляция, обесценивание денег. И она продолжится. Поэтому какой смысл? Всегда есть инструменты, на которых работают деньги. Хорошо. Инвестором, вот мы называем инвестором такое звонкое слово. Это человек, у которого какой рода капитал? 100 тысяч? Это правда или есть? Это не обязательно так много? Любой человек инвестор. В действительности люди, которые просто имеют свое жилье, просто свое, не инвестиционное, они те же самые инвесторы. Потому что это инвестиция в старость. Почему в Канаде столько обеспеченных пенсионеров? Пенсии-то мизерные в Канаде. На пенсию ты не проживешь. Но так финансовая система здесь работает, что ты за время жизни, за 25-30 лет, ты выплачиваешь свою недвижимость. На пенсии ты приходишь с выплаченной недвижимостью. Дальше у тебя море вариантов. Первый – это продать и переехать куда-нибудь из дома в маленькую квартиру и получить огромное количество денег. И на эти деньги просто жить, отдыхать, наслаждаться старостью. Второй вариант – это просто включить реверс-моргидж. И каждый месяц, вместо того, чтобы ты платишь, тебе банк платил какую-то сумму, которая тебе необходима для жизни. Поэтому даже инвестиция в собственное жилье – это точно такой же инвестор, просто в маленьком количестве. Кто-то это делает десятками прапортий. У нас абсолютно разные… Ваши компании с какого рода людьми работают и превращают их в инвестор. Скажем так, процентов 70 – это клиенты, причем самое интересное, многие из них начинали с нами абсолютно без денег, покупая свою первую прапортию. Но процентов 70 – это люди, у которых есть 5 плюс инвестор. Остальные 30 – это или начинающие, или… Причем я с начинающими… То есть к вам приходишь за советом, да? И говоришь, у меня есть там 30 тысяч, 40, 50. Очень многие люди, да, приходят просто даже не осознавая, что они могут это делать. Вот, например, рынок Альберты, да, он последние два года дал, ну, просто уникальные возможности, потому что там другие условия покупки, там депозит маленький, да, не надо, как у нас 20%. Поэтому это, наверное, был идеальный рынок, и он и сейчас есть, да, для тех, у кого маленькие суммы денег. Там можно зайти буквально с 30-40 тысячами долларов. В Торонто, конечно, с такой суммой делать нечего, то есть надо хотя бы с 1150. Вот, то есть все люди по-разному. Есть и начинающие, есть уже, есть у нас клиенты, которых по 50-60 пропорти. Хорошо, ну вот средняя цена конда в Торонто – это где-то 670 тысяч, я смотрел по статистике. Сколько это 670? 670 тысяч, 667 в августе. И дома стоили 1 миллион 82 тысяч в августе. Вот, при таких ценах многие приходят к заключению, что даже если ты находишь там 60-80 тысяч, то ты ничего не можешь купить. Ну, согласен. Что ты скажешь? Ну, опять же, это правда? Вот я привел пример. Невозможно ничего. Нет, почему? Очень хорошее время для тех, кто покупает вот первые свои пропорти. Например, если ты покупаешь там за 500-600 тысяч конда сейчас, то тебе достаточно 50 тысяч долларов, да, ты можешь с 5% плюс клоузинг, вот тебе, ты в полтинник укладываешь, прекрасно. Вот, поэтому нет, для них тоже есть заход, но если мы говорим об инвести, это мы говорим о купить себе. Я считаю, что купить себе – это самая лучшая инвестиция, и надо начинать с этого. Поэтому если у человека нет ничего, и он живет в ренте, по мне, так это абсурд начинать инвестировать, да. То есть сначала ты должен все-таки себе купить, и время купить себе первую пропорти для себя, идеальную в Торонто сейчас. Если же мы говорим про люди, которым себе уже не надо, уже у себя что-то есть, но скопилась какая-то сумма денег, которую надо инвестировать. Ну, это Альберто, 100%, потому что Альберто работает сейчас под, деньги работают под такой процент, который в Торонто не работали никогда в жизни. Вот я в Торонто с 2005 года, перед этим 12 лет был в Нью-Йорке, работал, да, ни там, ни здесь, я не видел, чтобы деньги работали под такой процент. Они только начинают под 100% годовых, деньги вот наших инвесторов сейчас работают в Альберто. И туда есть заход, там, начиная от 35 тысяч долларов. Поэтому, ну, так как бы. То есть варианты есть? Да, а если живете в Торонто и нет жилья своего, то покупать и покупать срочно, именно пока есть такая возможность. Но если есть только 30 тысяч, можно в Альберто сначала купить? Ну, можно, ну, понимаешь, как бы, пока ты будешь зарабатывать на Альберте, да, ну, вложил ты, вот у тебя 35 тысяч, например, вложил ты в Альберто, ну, заработал ты за два года, там, еще 50-60 тысяч в Альберто. Ты вернул их назад, 30-60, заплатил налоги с этих 60, осталось там 45, да, вот, ну, у тебя 80, ну, и какая разница, было 35, стало 80, а жилье уже будет стоить другие деньги. Через два года. Через два года, да. Спасибо. Поэтому, если есть возможность, то надо брать сейчас.